Привет, друзья! С вами Марина Литвинович, и я рассказываю вам о законах, которые принимает Государственная Дума, об их проблемах и об их опасностях лично для вас. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. В прошлом году Государственная Дума приняла закон о сокрытии данных силовиков, сотрудников правоохранительных органов, ФСБ, Минобороны, судей. Теперь скрываются все данные об этих людях, где и как они живут, какая у них недвижимость, какие у них автомобили. В общем, никакой информации в открытом доступе быть не должно. К чему это привело? Вот как раз в конце мая вышел срок, когда все государственные служащие должны были опубликовать свои декларации о доходах за 2020 год. Что мы получили в итоге? В итоге вышло, что руководство ФСБ вообще не опубликовало свои декларации о доходах за 2020 год. Более того, они удалили со своего сайта все декларации с 2009 по 2019 год. Теперь о них ничего не известно. Два заместителя Шойгу тоже не опубликовали свои декларации о доходах. Как вы знаете, в последние годы было опубликовано множество расследований, в которых мы узнали о том, что сотрудники силовых структур, сотрудники ФСБ и многие другие владеют какими-то несметными богатствами. Замками, домами, дворцами, автомобилями. Теперь мы об этом просто даже не будем знать. Конечно, этот закон очень вреден и его надо отменять, потому что теперь мы с вами не узнаем, чем владеют силовики и как увеличивается их богатство. Власть должна быть открытой.